МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. К этому часу Белгород подготовлены информационной службой телеканала Белгород-24 в студии Елена Старостова. Вначале коротко о главных темах выпуска. В регионе за минувшие сутки выявили 54 человека с ковид-19. В Белгороде заболевших стало на 9 больше. В областном центре возобновляют движение общественного транспорта. С сегодняшнего дня количество автобусов на линии увеличится. Переход вузов на дистанционное обучение вызвал немало споров. Передовым опытом по налаживанию онлайн-форматов для полноценного обучающего процесса поделились БГТУ Минишухова. В Белгороде вооруженный пистолетом мужчина ограбил аптеку. Покажем кадры с места происшествия. Преступник в розыске. По состоянию на 12 мая в Белгородской области эпидемиологическая обстановка продолжает ухудшаться. На вторник в регионе насчитывается 852 заболевших коронавирусной инфекцией. Роспитализировано 216, находящихся на ИВЛ-7, на амбулаторном лечении 433, выписанных из стационара 80, выписано амбулаторно 115, число умерших 8. Кроме того, на домашнем карантине находится 2570 белгородцев, 809 человек изолированы по контакту с заболевшими. В региональном департаменте здравоохранения подтвердили еще один летальный случай пациента с коронавирусом. Жительница Губкина лечилась в горбольнице номер 2. Ранее у нее диагностировали пневмонию. Позже тест на COVID-19 оказался положительным. Это уже восьмой смертельный случай в регионе. С 12 мая в Белгороде открылись торговые центры и магазины с непродовольственными товарами. Но ограничительные меры из-за коронавируса еще в действии. Веден масочный режим и без средств индивидуальной защиты выходить из дома за покупками смысла нет. Кассиры отказываются обслуживать таких клиентов. На шоппинг отправился и наш корреспондент Виктор Апальков. Мужчина, оденьте маску, пожалуйста. Теперь в торговые центры Белгорода посетители впускают только в средствах индивидуальной защиты. Работы прибавилось с сегодняшнего дня? Вообще она всегда тут есть. Но с такими обстоятельствами, конечно, да. Потому что надо следить, чтобы люди ходили в масках, обрабатывали руки. Вот там вот еще висит антисептик. На входе обрабатываем руки. Людей пока немного. Жители старше 65 лет остаются дома. На одного посетителя магазинов должно приходиться не менее 50 квадратных метров площади. Так что столпотворения в торговых центрах исключены. Просят соблюдать дистанцию. Но уже чувствуется, что город оживает. В торговом зале даже рыбки в аквариуме стали активнее. Им явно не хватало внимания. Давно никуда не выходили. И уже как бы пандемия началась в холодное время. А уже теплая. Пора как бы сменить гардероб. Стали уже сидеть дома. Наконец вышли на работу. Первый день сегодня. Единственное, что просим покупателей – соблюдать дистанцию. Ходить в масках, в перчатках, быть защищенными. Здоровье прежде всего. Магазины с непродовольственными товарами сегодня работают первый день. Здесь клиентам предлагают обработать руки антисептиком и использовать маски. Соскучились по шопингу? Да, ужасно. Очень соскучилась уже. Наконец-то открыли магазины. Очень рады. Покупатели без масок теперь обслуживаться не будут. В противном случае организации грозит штраф, так что ругаться с продавцами бессмысленно. Можно использовать медицинскую маску или, как я, гигиеническую, многоразовую, которую можно стирать и дезинфицировать. Сколько с меня? Полторы. Отлично. Давайте. Кто рад смягчению ограничительных мер, так это арендаторы. Они считали дни до выхода на работу. Сидели дома, как на иголках, в подвешенном состоянии. Никто не понимал, когда удастся вновь нормально заниматься бизнесом. И удастся ли вообще. Конечно, было очень сложно. Ситуация была нервная, неопределенность. Но мы пережили. Мы полностью сохранили наши коллективы. Вышли на работу. Все классно, задорно. Ждем наших покупателей. А зарплату удалось сохранить? Зарплату, да, удалось сохранить. По-прежнему закрыты кинотеатры, бары, фитнес-центры, места массового отдыха. Спортивные мероприятия тоже пока под запретом. Надо помнить, если эпидситуация ухудшится, прежние ограничения могут вернуть. Виктор Апальков, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород. Горожан, которые потеряли работу в период пандемии коронавируса, готовы принять в штат системообразующие предприятия. Бизнес Фудсфера, один из крупнейших производителей мяса-бройлера, предлагает трудоустройство на постоянной и временной основе. Сотрудникам обещают комфортные условия труда и безопасность на рабочем месте. Наш корреспондент побывал на производстве и увидела все своими глазами. Пищевое производство всегда требует особых средств. Защиты, перчатки, униформа, маски и обязательная дезинфекция. Но в условиях пандемии производители максимально бдительны в вопросе охраны здоровья сотрудников. А потому в компании введены дополнительные меры безопасности. Порядок, проходите. Контроль за температурой тела, обязательная обработка рук. На предприятии считают, что главное – здоровье человека и забота о его комфорте. Здесь корпоративный транспорт и бытовые помещения дезинфицируют несколько раз в сутки, согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора. Также на нашем производстве проводится обеззараживание воздуха два раза в сутки. Это посредством аэрозольной обработки, а также применяются на постоянной основе лампы-рециркуляторы и бактерицидные лампы, установленные в местах массового скопления людей. Это столовые раздевалки. Компания «Бизнес-фудсфера» – крупный игрок в области производства мяса птицы. Больше 100 тысяч тонн продукции в год. Вот это результат сплоченной работы более трех тысяч сотрудников, здоровье которых сегодня превыше всего. Риски, просчитанные, сведены к нулю качества выпускаемой продукции на высоте. Предприятие стабильно удерживает высокую планку и гордится тем, что является единственным в России среди птицеводов обладателем сертификата «СКАМП». Это гарант отсутствия антибиотиков в производимой продукции. Наше предприятие занимается убоем и выпуском продукции из мяса птицы. Чтобы быть на рынке конкурентоспособными, мы должны держать качество на уровне выпускаемой продукции. Качество – это абсолютный контроль всех технологических процессов в производственной цепи. Обеспечение безопасности и качества выпускаемой продукции является первостепенным делом и высшим приоритетом в работе всего коллектива в целом. Принимая во внимание непростую ситуацию, учитывая всю социальную ответственность, руководство компании готово помочь белгородцам предложить не только постоянное трудоустройство, но и оформление на работу временно и по совместительству. Кроме того, производить выплату заработной платы по индивидуальному графику сегодня. Она составляет от 28 до 30 тысяч рублей на руки. Все расходы, связанные с оформлением на работу, предприятие также берет на себя. Бесплатное питание, спецодежда, средства индивидуальной защиты, продуктовые пайки, доставка служебным транспортом. По всем вопросам звоните по телефонам, указанным на экране. Ольга Горяйнова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород. С сегодняшнего дня на маршруты белгородской агломерации выйдет больше автобусов, как сообщили в «Единой транспортной компании». В связи с поэтапным снятием ограничений, с 12 мая количество автобусов на линию увеличится до 360. Кроме того, на магистральных маршрутах будут сокращены интервалы движения. По мере роста пассажиропотока количество подвижного состава будут увеличивать, а расписание корректировать. Напомним, с сегодняшнего дня в области действует масочный режим. В общественных местах, так же, как и в общественном транспорте, необходимо быть в гигиенической или медицинской маске. Спасибо за ваш труд. Пока солдаты сражались на передовой, они на поле боя боролись за жизнь и вытаскивали на себе раненых. 12 мая весь мир отмечает День медицинской сестры. Профессию России учредил еще Петр I. С одной из лучших в своем деле пообщалась Элла Машир. Из-за пандемии в этом году праздник проходит без торжественных собраний, цветов и красивых слов. У Рины одинцовый рабочий день начинается рано утром с проверки оборудования и дезинфекции кабинета. Медсестрой работает уже 6 лет. Уверена, нашла дело по душе и в другой профессии себя не видит. Я каждый день иду, улыбаясь. Я люблю свою работу. Я люблю помогать людям. Я люблю людей. Бабушки, дедушки. Это то, что у меня внутри. Медсестра – это незаменимый винтик в одном слаженном механизме. Без него становится беспомощным любой врач. За одну рабочую смену Ирина совершает тысячи и одно дело. В каждом отделении у сестер милосердия свои обязанности. Заполнить справки, отчеты, поставить капельницы, уколы, помочь врачу на приеме. Это очень тяжелая работа. Тяжелая не только бывает физически, но и морально. Потому что каждый медсестра переживает за здоровье своего пациента. В период пандемии медсестры работают по новым правилам. После каждого больного обрабатывают дверные ручки, столб, проветривают кабинет, каждые два часа меняют маски и обрабатывают перчатки. Ремесло медика – это помощь людям. Это профессия с душой, с сердцем. Главное в работе не делать то, что хочется, а хотеть то, что делаешь. Чтобы энергия, которая внутри исходила к твоей работе, хотела сделать то, чем ты занимаешься. За одну смену Ирина принимает 30 пациентов. В поликлиническом отделении номер два работают 63 медицинские сестры. Все они работают не меньше. В этот день мне хотелось бы пожелать всем нашим коллегам, которые являются помощниками нашим врачам, прежде всего профессионального благополучия, прежде всего в это время здоровья, чтобы они оставались на своем посту, никогда не болели, и также помогали нашим врачам оказывать помощь нашим жителям Белгородской области. Каждый день медсестры трудятся, отдавая себя работе без остатка. Они, как и все врачи, герои нашего времени. Элла Машир, Дмитрий Арема. К этому часу Белгород. Федерация бокса России почтила память спортсменов, защищавших страну от нацистов. В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне Федерация помогла запустить в небо аэростат небосвод Белогорья с изображениями героев войны. О том, как прошел полет над городом, расскажет Анастасия Федосеенко. Изначально пролететь над городом пилоты планировали 10 мая. Однако погода внесла свои коррективы. В этот день в Белгороде был сильный ветер. Поэтому решили акцию памяти перенести. 11 мая на рассвете аэростат с баннером подняли пилоты Валерий Афанасьев и Никита Радченко. Ветер на старте был как раз такой, какой нужен. То есть не очень сильный, но он был. Мы плавно оторвались, нам с земли помогали, удерживали. Потому что тянуть за собой такой груз тяжело, скажем так, и шарику тоже. А потом поднялись, нас понесло. И, что самое важное, на посадке тоже погодные условия были практически идеальны. Плотно с изображениями маршала Великой Отечественной войны самое большое за всю историю воздухоплавания в Белгородской области. Площадь составила тысячи квадратных метров, а вес – 190 килограмм. Объем шара, который поднял воздух баннер, составляет 3000 кубических метров. Это флагманский аэростат «Небосвод Белогорье». Баннер представлял собой, у него название «Маршалы Победы». Там те маршалы, которые одержали Великую Победу в Великой Отечественной войне, на фоне знамени Победы, и внизу фрагмент кадр из парада Победы, который был 25 июня 1945 года в Москве. Самым сложным, по словам пилотов, был взлет. Шар взлетел из парка Победы напротив диорамы, аэростат двигался над городом на высоте 300 метров. Подобная акция прошла в 15 городах России. Таким образом, организаторы решили поблагодарить тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Анастасия Федосенко, Сергей Драчев. К этому часу Белгород. Переход на дистанционное обучение для многих образовательных учреждений города оказался затруднительным и вызвал споры, как среди учащихся их родителей, так и среди педагогов. Мы решили изучить передовой опыт региона по налаживанию онлайн-форматов, способствующих введению полноценного обучающего процесса в реалиях сегодняшнего дня. Перенимать наработки отправились в БГТУ имени Шухова. С 24 марта около 16 тысяч студентов БГТУ имени Шухова перешли на дистанционное обучение. И пусть вас не смущают пустые вузовские коридоры, которые снимали для нас ребята из группы Студлайф. Здесь, как и прежде, кипит жизнь. В период пандемии шуховцы выводят формат дистанционного введения образовательного процесса на новый уровень. В режиме онлайн проходят лекции, практические, лабораторные занятия и даже предзащиты диссертаций. Сейчас ведутся в полном объеме занятия для студентов. Все совещания, которые нам необходимы, мы проводим в режиме видеоконференций. Поэтому интересно, что даже некоторые спортивные секции, кружки секции художественные, вокальные, продолжают свою работу в дистанционном режиме. Так что говорить о том, что у нас тишина, не приходится. В основном занятия проходят с использованием платформы конференц-связи Zoom, сайта YouTube, мессенджеров и других программ, предоставляющих доступ к демонстрации рабочего экрана. Для поиска нужных видеотрансляций на сайте вуза создан удобный интерфейс. В разделе «Расписание своей группы» студенты могут найти ссылки для прямого перехода на страницу с учебным материалом. Все, что нужно делать студентам, это смотреть расписание и переходить по ссылкам. Через специальные приложения можно общаться с педагогом один-на-один или заниматься группой. Какие-то преподаватели, как и раньше, читают свои лекции в YouTube. Наша кафедра больше склонна к тому, чтобы использовать информационную платформу Zoom. Конечно, учебный план предполагает некоторые разные формы проведения занятий. Это лекции, практические занятия, лабораторные занятия. Ну, лекция – это классическая демонстрация экрана со словесными комментариями, с возможностью общения со студентами в чате. Как происходит сдача лабораторной работы со стороны студентов? Студенты данной группы заходят в канал, где ожидают его. Преподаватель к своему времени приходит, подключается к каналу, они обсуждают какие-то общие организационные моменты, и затем они переходят в отдельный канал защиты лабораторных работ. В канале организовано ограниченное количество пользователей, которые могут находиться там единовременно, чтобы беседа с преподавателем могла проходить тет-а-тет. Лабораторные работы и отчеты скидывают в отдельный чат. Туда же педагог присылает дополнительные задания. У нас к этому серверу подключены уже все студенты касседры ТК с первого по третий курс. Это порядка 139 человек. И все преподаватели. У каждого из них организован доступ с компьютера стационарного и с мобильного телефона. Студенты выпускных курсов, которые занимаются подготовкой уже дипломных своих проектов, в персональном режиме работают со своими научными руководителями, что совершенно, так сказать, не ухудшает образовательный процесс. Прием отчетов по практике у магистра. Перед тем, как они выходят на дипломное проектирование, они должны защитить практику. В обычной ситуации это мы бы делали комиссию, такое заседание проводили, и каждый отдельно на слайдах показывает свои отчеты. В настоящее время мы делаем то же самое в Дискорде. Все будут участвовать в этой видеоконференции, и человек семь преподавателей организуется. Сначала заслушиваем тот доклад, который он нам представляет, ну а затем каждый преподаватель вопрос. В ВКонтакте мы настроили сообщество, потому что можно одновременно работать со всеми ребятами, которые зарегистрировались. То есть я могу и индивидуально общаться, и могу общие какие-то там, если вижу, что вопросы повторяются, я могу на общую доску общий ответ выдать. Современный образовательный процесс продолжает двигаться в направлении дистанционных форматов обучения, и прогресс в сфере информационных технологий только ускоряет это направление. Студенты считают, что дистанционное обучение экономит время и позволяет больше заниматься самообразованием, хотя ностальгия по живому общению присутствует. Совсем недавно ребята из студенческого телевидения сняли ролик и назвали его «Эстетика пустых коридоров». Они сравнили, какими были коридоры вуза до начала пандемии и какими они стали сейчас. Успешное онлайн-обучение в БГТУ напрямую связано с тем, что на всех кафедрах вуза заранее была проведена специальная подготовка к переходу на новый формат работы. Такие дистанционные формы очень востребованы сегодня в мире, а их активное использование говорит о большой дальновидности университета. В Белграде произошло вооруженное ограбление аптеки. Тревожный сигнал поступил на пульт охранного предприятия 10 мая в 18.42. В аптеку по улице Есенина, 16, зашел вооруженный грабитель. Мужчина был с черной медицинской маски, синих резиновых перчатках, на голове бейсболка. Угрожая провизору пистолетом, преступник потребовал наличные. Женщина успела нажать тревожную кнопку. Забрав все наличные деньги в сумме 18 тысяч рублей, грабитель скрылся. Как отметили сотрудники аптеки, правоохранители среагировали оперативно. На место происшествия прибыла охрана, следственная группа, кинологи с собаками. Заведено уголовное дело. Преступник объявлен в розыск. Это вся информация к данному часу. Смотрите нас онлайн. Новости и программы телеканала Белгород-24 доступны не только в кабеле, но и в интернете на нашем сайте белновости.ру. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе событий. До встречи в эфире. Продолжение следует... По прогнозу Белгородского гидрометцентра в среду 13 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночи в Белгороде от 5 до 8 градусов тепла. Днем плюс 14, плюс 16. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин